Огурчики, помидорчики, лучок и петрушка, ароматная клубника на колхозном рынке в Бресте при лавке заполнены изысками, выращенными трудолюбивыми хозяевами. Сегодня спрос большой на ягоду клубнику. Ее в изобилии, но цена по-прежнему немаленькая. Но уж если очень хочется, отказывать себе удовольствие нельзя. Конечно, дорого, наверное. Ну и труд надо приложить. Труд, конечно, тоже надо ее ухаживать. Дороговато, но возьмем немножко. А сейчас к сути вопроса нашей телезрительницы. Продажа плодоовощной продукции, выращенной в личном подсобном хозяйстве, осуществляется без уплаты налогов и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, а также уплата налогов, если физическое лицо является гражданином Республики Беларусь. И плодоовощная и иная продукция растеневодства продается на рынках и установленных для этого местах. Исключением составляют цветы, декоративные растения, их семена и рассада. Для реализации цветов и декоративных растений физическое лицо необходимо уплатить ставку единого налога. Налоговые инспекции отмечают еще один нюанс. При реализации продукции, выращенной на личном подворье, необходима справка, подтверждающая наличие земельного участка. Чтобы получить освобождение от уплаты налогов, нужно взять справку в местном исполнительном и распорядительном органе по месту нахождения земельного участка. Данный документ станет подтверждением того, что для вас и ваших близких родственников данная продукция выращена на данном участке. Справку необходимо иметь при себе во время реализации продукции на рынке. Итак, выращенное самостоятельно продаем смело на рынках, за прилавком, не боясь никого и ничего. Но дачникам следует знать еще один нюанс. На таких условиях можно реализовывать продукцию, выращенную в Беларуси. А вот бананы, апельсины и прочие заморские деликатесы в этот список не входят. Но это тема уже другого сюжета.